Друзья, всем привет! С вами Леся. У меня такое вот видео к вам по запросу. Некоторым понравилось, когда я покупки одежды, аксессуаров, что-то такое показываю. Крайне редко они у меня бывают, но все же. Значит, у меня был такой запрос от моей зрительницы показать свою коллекцию сумок. Вот я вам показываю покупку сумки на самом деле. Я покупаю одну сумку примерно раз в 2-3 года, ношу ее, пока она имеет хороший вид, носибельный, пока у нее товарный вид сохраняется. Потом через 2-3 года я покупаю новую, старую, выбрасываю. Я ношу только кроссбоди, такие небольшие, собственно, как вы видите на экране. Вот и все. Последний раз я вообще сумку покупала лет 5 назад, когда только-только родилась Алиска, там ей около года было. Ну, окей, ну да, около 5 лет назад. И последние 2 года я вообще с мерчем от Estee Lauder ходила. Сумка, которую дарили за заказ, просто потому что я не могла найти сумку, которая мне нравится. А лишь бы что купить, я такое не люблю. То есть вещи я покупаю только, когда прям они мне реально нравятся. Вещи, там, обувь, сумки, а не просто, чтобы заполнить пустоту. Поэтому у меня всегда всего по минимуму. Повторюсь, опять же, расхламление в одежде, там, сумки, обуви, этого практически не бывает. Бывает только, когда я чуть-чуть вес набрала, либо же, ну, прям совсем из моды что-то вышло, как, допустим, были драные джинсы в моде. Я их купила, но сейчас они вообще не актуальны, поэтому, ну, как бы, смысл их хранить, да, и я их потом расхламляла. Так, я вещи ношу лет по 5. В общем, пока товарный вид у них, либо пока я не набрала очередную порцию килограмм, и все. Я, ну, вещи у меня нет такого, что я купила, их и расхламляю. Такого просто не бывает. Было, когда я там меняла стиль, либо же вот если я поправилась. И то я отдаю вещи в хорошие руки. Ну, блин, последний раз это было, наверное, 3 года назад при переезде. Я прям тщательно все пересмотрела, и там кое-что я отдала. А так вообще все идеалити. Значит, по поводу сумки, да, в такое вступление, ну, потому что девчонки спрашивают, я вот отвечаю, я искала подобную сумку очень давно, вот такую вот мягкую. Это, кстати, Томас Мюнс приобретала на скидке. Попробую вам вставить фото, как она выглядела на экране в интернет-магазине. И вы ее примерно так и видите, ну, вот сейчас. На самом деле она более темная, она графитового цвета, не светло-серая. Стоимость ее, по-моему, 3600, но на нее была скидка на сайте, плюс я и воспользовалась промокодом, который нашла в интернете. Итого она мне обошлась в 1836 рублей. Так, вот такая вот сумка. Я очень давно хотела себе такую сумку, но не судьба ее была купить, потому что все, что я смотрела, было либо слишком большое, либо слишком дорогое, либо Vivienne Sabo. То есть Vivienne Sabo дарили за покупку такие большие сумки, такие мягкие, как вот курточки, как пуховики, как синтепоновые курточки. Вот она вот такая вот дарили за покупку, но она слишком большая. В повседневной жизни я не буду большой сумкой пользоваться. Это разве что, там, раз в год куда-то с документами съездить по нужде. Так, в принципе, она мне не нужна. Но я не хочу, чтобы мерча Vivienne Sabo видно. Так, вот здесь такая эмблема. Насколько я понимаю, это коллекция О2. Вот такая вот сумочка. Я такая рада, что я ее так бюджетно купила. Я еще хочу сказать, что я ношу сумки либо же тканевые, либо же из эко-кожи. Вообще, в принципе, я кожу и мех не ношу по этическим соображениям. Поэтому для меня проблема найти сумку, которая мне будет реально нравиться. Мне нравится то, что она максимально легкая. Здесь у нее вот такие вот, вот такой вот ремешок. Он достаточно длинный. Она просто как пушинка. Ну, это как курточный такой материал. В жизни она потемнена. Прям графитового цвета. Такого темного. Он серый, но темный. Темно-серый. Вот так вот выглядит сзади. Сейчас покажу, как выглядит внутри. Надеюсь, будет видно. Здесь вот такая вот молния, которая закрывается. Здесь такие вот бачки, которые хорошо эти бачки закроют эту молнию. То есть, она не будет торчать. Не знаю, будет видно тут или нет. Здесь вот такой вот кармашек на молнии. И еще здесь вот такой вот карман. То есть, здесь вот так. И вот так. Еще ее не собирала. В общем, из своего мерча переложу сейчас сюда все свои пожитки. Безумно она мне понравилась. Еще за такую стоимость. Она прям легкая-легкая, невесомая-невесомая. И нравится то, что, допустим, когда покупаешь сумки из эко-кожи, они все-таки имеют какую-то форму. То есть, ну, такой квадрат, да. И меня это напрягает. Очень часто бывают сумки какие-то тяжелые. Хотя они маленькие. Здесь мне нравится, что она просто. Ну, вот пушинка, которая вот. Пушинка. Которую вот она максимально сложена. Хотя здесь ее можно нормально так набить. Да, нужными вещами. Ну, я сумки ношу для чего? Там, ну, просто максимально мало. Телефон. Помада. Ключи. Какие-то карточки. Ну, все. Максимально там антисептик. Бальзам для губ ребенка. Ну, максимально мало. То есть, я не набиваю сумку. Вот эти огромные сумки для меня вообще не актуальны. Потому что, ну, для меня это вообще ее и в руках тащить надо. А то через плечо перекину. В общем, и ходишь, не паришься. Так что вот такая вот у меня была покупочка. Которую я очень-очень довольна. Она оказалась достаточно бюджетной. И при этом прям моя хотелочка. Я очень-очень рада. Так вот мне сегодня подняли настроение. Заказ. Я живу в Москве. Привез курьер. Так что вот так буду ей пользоваться. Вот и ответ на ваш вопрос по поводу сумок. Все очень просто. Вот одна моя сумка. Ну, что ж. Буду с вами прощаться. Всем спасибо. Всем пока.